а то всем привет всем привет были были на курсах решили зайти в альди потому как вчера съели все помидоры да у нас салаты очень быстро там 300 грамм было они маленькие такие вкусные кстати были в этот раз взяли обычные сейчас покажу что мы приобрели фольга очень дорогая пергамент еще более-менее евро сорок да да я взяла потому что я не знаю я не могу на своей форме форма уже плохая старенькая и отмываю и она все равно подгорают поэтому пергамент всегда в помощь и она ничего не горит и всегда под рукой должно быть мы хотим филе запечь вроде бы нормально надеюсь не будет начать она хотя и без скидки бывают очень сильно горчатый лимон не спасает эту ситуацию также решила взять такой филе салат вот он без акции или даже не увидишь она внутри как же нас взяла обычных помидор помидоров и стоит они два вообще они сколько два секса 288 888 поэтому я набрал три бутылки воды обычная а раньше в этих распаковках колокола и кажется что я тебе не это самая дешевая вода 27 центов и один огурец в общем все про все 6 да ребята мы прочитались конечно же все комментарии ответили вы были правы когда написали там некоторые наши зрители что вы взяли просто траву я реально я и черешнику я вообще не понимаю как это произошло вот когда когда но вот вчера да что понять я реально прям прозрела когда мы съели по одной гамилке в обед с салатом лицом а вечером мы просто ели салат по одной гамилке так же черешню да мы съели персики еще есть короче осталось вот филе на сегодня то есть это просто на два дня и плюс даже нам вот пришлось идти все равно магазины это кресло остался ну это такой 40 евро мы потратили что за два дня очень дорого шикарно это он в цаточках он по скидке было нет 49 что это ужас черешня кстати честно говоря вообще не вкусная попадается зеленая вся в этих воробцах поклеванная ну да не знаю не очень понравилась она просто какая-то помешанная ну хочется у нас вначале показалось вкусная пока я так не распробовала внизу с зеленым можно так было можно так сказать скидка была да сейчас нашем альди и и не находили другое совсем тут ее нет и мы ее не брали я не знаю наверно может нас плохо видно или как я не знаю я думаю нормально видно там в комментариях интересовались что же все-таки нам сказала учительница тогда когда мы не пошли ну из-за праздника это было получается вчера в понедельник она сказала обратилась конкретно к нам будто кроме нас никто не пользуется переводчиком в общем что она сказала я запрещаю пользоваться переводчиком из-за переводчика вы ничего не выучите вы не сможете разговаривать если еще раз мне кто-нибудь будет писать с помощью переводчика я не буду отвечать на эти сообщения вот меня требует а я требую с вас на это все заводила с таким как будто я не знаю что я не могу понять суть она говорит именно когда мы писали ей когда она была дома да да так в чем суть ну это мы не пообщайтесь без переводчика если она там видит что кто-то на уроке пользуется переводчиком телефоном она сразу начинает кричать и потом она на протяжении оставшуюся времени занятий задал бывает этого человека в прямом смысле задал бывает то есть это тут без всяких каких-то фраз а просто так и есть человек нервничает задает самые трудные задания которые могут быть и люди не разбираются и потом не поймала почему она меня потом таки а видимо что я сидел телефоне поэтому она решила мы реально делаем смотрим за все происходящее и да и было ну как было пришла к нам же новая женщина что и она не говорит типа хэнди это хэлфе ну короче типа телефон помогает что хэнди она говорила хэлфе господи хэлфе хэлфе вот типа переводчик помогает телефон помогает а она нет нельзя все лучше да ничего хочу говорить хэлфе 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 будет правильно на суть вот и она это все с таким вот преподнесла вообще как будто я не знаю что это вообще странно потому что в данный момент большинство и да даже которые знают немецкий язык они но страна переводчик помогать любом случае потому что вот на уроке есть слова которые мы не проходили тем не увидим их первый раз она ну и люди пытаются переводчики понять потому что ну не проходили мы не понимаем что это за слово это логично быть так-то узнать но она вот требует вот книга вот читай давай отвечай на задание но блин я же говорю ты не знаешь что это значит и как все жалуются вот мы сегодня шли говорим с нашей женщиной там которая на курсе говорит она тоже говорит мы этого слова не знаем даже не то что слово мы не успеваем прочитать задание как она начинает вызывать всех это на самого первого дня как мы пришли на курсы и все еще хотите то и делайте а потом когда ты что говоришь неправильно то она варум почему типа неправильно говорите как ты же даже не даешь прочитать задание просто прочитать не говоря о том что я считаю что мы должны пользоваться переводчиком потому как это как раньше считаете словарями пользовались пользовались даже сейчас пользуются словарями и так же как и сейчас переводчик это важно ты навел камеру перевел и тебе понятно вообще что это за слова как правильно сопоставить это предложение составить его как соединить эти слова между собой перевести текст понять о чем идет речь потом это все запомнить вот ты прочитал как она будет в переводе смотришь как она на немецком и тебе сразу автоматически что-то до откладывается в голове она инхэнди ну тогда нам будем просто сидеть просто в тупую слушать слова читать задание просто в тупую все смысл то до этого всего если мы мы не до этих курсов не подавлю не подавлялись обычно даже есть ребята типа которые проходят обучение с переводом на украинский русский язык а потом идут на эти интеграционные курсы или сами занимаются как многие да мы не были подготовлены к этому всему да понятно мы не думали что вот так в ступоре у нас будет вот давайте так-то так без перевода все я думала хотя бы как-то с переводчиком но это очень все равно мы пользуемся все равно все пользуются наблюдаем все пользуются переводчиком практически все практически вот почему-то она вот на этом конкретный акцент делать нельзя 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 и меня очень сильно смутило когда мы пришли в понедельник она сказала еще раз мне напишите там но она всем это обусловливала но изначально обращение было обращение да ладно и нас но не дай бог а реально типа у меня какая-то ситуация заболела я там ногу подвернула и я пишу приводчики потому что я не знаю как она правильно я эти слова например не буду на этом переломанная рука или какая-то речь до тесного что я в жизни не встречала правильно даже на курсах нового не было и вот и не говоришь типа не пиши нас переводчик а ну что-то случится не дай бог и я тебе тогда что должно вообще не писать получается ли как конечно чисто мной будет так вот вы недовольный курсы вам все не так еще раз скажем для вас мы благодарны что германия оплачивает нам эти курсы это дорогостоящие курсы вы все это прекрасно осознаем мы знаем но мы вам рассказываем то как она есть когда нам рассказать когда нам с этой же группы люди ушли в другую когда они нам берут просто напросто рассказывают мы счастливы нам нравится все все по-другому мы все стали понимать мы ходим с настроением они со стрессом а когда они ушли она что там у них стресс пропал и это преподаватель у нее изначально взятая ко всем отношения мы не будем вдаваться подробностей была еще одна ситуация я не хочу это даже выносить все на youtube потому что ну нас смотрят зрители большинство которые этого всего не поймут и будут писать нехорошие вещи не это вообще не хочу это читать а если это происходит то наверное будем как один раз уже сделали закрывать комментарии на что делать вы не были в нашей шкуре и вы не можете знать как это на самом деле вы думаете что мы там перекручено нет но даже да наши знакомые беженцы которые в этом же городе ходят на другие курсы в центре они довольны и песни мы поем там и стишки какие-то и мультики как-то смотрим на выключают все как-то разжевывает объясняют на типа им ходить именно нравится и допустим даже и без тех же мультика просто преподавателя преподавателя зависит конечно да ответственность на ученики большая но подход к обучению вообще непонятен у нее вообще не кажется я не знаю кем она по профессии но и надо писать вы там об обосрали эту преподавательницу это не так мы вам просто реально делимся с вами и рассказываем то как она есть и все в классе об этом мы обговариваем там же ну не все но не все но и те которые с кем мы разговариваем с кем мы разговариваем они тоже самое говорят как кем мы не знаю напишите свое мнение как вы считаете только не ориентируйтесь по своему опыту как это было 20 30 лет назад когда у вас там это все было по-другому а вот на данный момент как вы считаете пользоваться переводчиком это правильно или неправильно помогает ли переводчик на уроках немецкого и нужно ли его использовать на уроках немецкого вы большинство переселенцев которые 30 20 лет назад переехали в германию вы ехали ну целенаправленно даже мама кевина говорила что кое-как еще от родителей еще в казахстане они уже что-то знали хоть что-то но знали и когда едешь целенаправленно это совсем другой момент ты знаешь тебе здесь надо конкретно оставаться жить и тогда было другое совершенно время и сейчас в общем суть в чем напишите пожалуйста как вы считаете насчет переводчика тем более мы не словарь переводчик нужно ли им ими пользоваться я ну я ответ очевиден лично для меня для нас я не знаю почему такое мнение и почему она говорит что вот мол в этой школе и говорят руководители так делать коллегин она сказала и вот она требует это с нас я этого не понимаю потому что когда проходим да понятно те которые темы мы знаем те которые слова речи там все остальное до переводчик нам не нужно но я живу еще раз когда мы не вообще первый раз слышу темы или сегодня была одежда вот вчера да я там по переводила дома изначально на стивил эфир я по переводила записала но тем не менее мы прошли две-три страницы и я уже этих слов не знаю потому что это уже вообще другие слова которые мы вообще не проходили а если она вызывает задания на картинке шарф шляпа на нивке трусы бюстгальтер все 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 она вызывает каждого там захотела настя захотела нам вася петь кто угодно а мы той в априоле не знаем как эти слова называются некоторые там может не зима а вещи как они называются конкретно такая странная честно ну как вот без переводчика как а потом и многие кто типа говорят типа спрашивают говорят на русском языке или на украинском языке типа я сказал она будет на силу этот цена посмеялись вызвала на настю и там была шляпа и я же насти просто говорю на русском смеюсь шляпа говорит дишляпы я не знаю услышала я думала это было так написано еще удивилась говорю невозможно что такое а урла нет а что книжки было написано подсказала я еще в классе хотелось но она мне задала вопрос ты сказала но не так не громко да не громко она не услышала и пошла дальше типа я ничего не сказала смешная была ситуация а еще ребята хотели с вами посоветоваться сегодня выйдет видео так что мы еще можем успеть прочитать комментарии что нам приготовить для семьи кевина для кевина такого с мотивом украинским у нас есть мысль ну и что у нас есть мысль котлеты по киевски пюре салатик нарезка то такое вот именно что то такое с акцентом украинским либо дыруны со сметаны драники больше отменяется потому как реально свеклы нет мы сегодня подходили нигде июне поблизости нигде поэтому больше отменяется сейчас такая жаркая погода что думаю больше будет не совсем по желанию знаете не каждый захочет а вот котлета по-киевски вот эта вещь это очень вкусно пюреточку сделать с маслом у меня есть все только надо купить разве что масло нашел тебя и силе и сыр мы сегодня пробный вариант будем пробный вариант да может подожди под филе в духовке ладно будем думать напишите ребятки какие-нибудь интересные рецепты может кто-то знает вот голубцы еще я думала мама мне советовала голубцы ну не знаю сейчас тут нету хочется чем-то угостить таким знаете поискать чем-то необычным ну да что-то 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 необычное ладно ребята уже вас утомили сами утомились хочу все ребята ждем ваши комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал кто не подписан и до новых встреч пока всем пока спасибо